Губной. Один доллар. Маргош, а почему принцип «might is right» не работает для обоснования культурной и военной победы христианства, левых идей и ислама над язычеством и правыми идеями? Ты типа говоришь, что правые язычники проиграли, потому что были более благородными. Коупинг. Я не говорю, что язычники проиграли, потому что были более благородными. Нигде я этого никогда не говорил. Везде, где побеждает христианство, социализм, либерализм до социализма. Коммунизм после социализма, ислам. Везде, где побеждает, кстати, буддизм тоже, который на эмоциональном уровне мне импонирует, но он не менее рессентиментарный, чем христианство. То есть это просто так получилось, что мне буддизм просто эстетически симпатичнее христианства. И все. Но это тоже рессентиментарная жизнеотрицающая религия. Такая же, как христианство. Отличающаяся своей доктриной, метафизикой, да и этикой отличающаяся. Но исток в рамках человеческой природы у буддизма такой же. Просто он лично мне больше нравится и все. Значит, ну и справедливости ради он меньше уничтожал локальные культуры на местах, так скажем. То есть это еще стоит тоже учитывать. Так, я отошел от ответа на вопрос сейчас, секунду. Да, то есть каждый раз, когда побеждает что-то рессентиментарное, у этого всегда есть какие-то причины. То есть большевики пришли ко власти не просто так. То есть во временном правительстве был изъян. Царская власть была свергнута не просто так. В царской власти был изъян. Христианство заполонило Рим не просто так. В римском язычестве, а значит и в политическом устройстве Рима был изъян и так далее. То есть здесь стоит понимать, что язычество это не одна религия. Язычество это скорее разновидность религиозной жизни, нежели какая-то одна конфессия. Очевидно достаточно. В Риме христиане, скажем так, сместили язычество в Риме, а мусульмане сместили язычество, допустим, в Мекке. Одну и ту же религию ли они сместили, да, то есть, ну, наверное, нет. То есть язычество арабов, язычество римлян, язычество викингов и так далее, это все-таки разные совершенно наборы верований, которые где-то, может быть, пересекаются, где-то они там могут друг другу быть ближе, да, то есть, ну, викинги и римляне хотя бы там язычество и там и там имеют сильное индоевропейское влияние, а у арабов все-таки все было иначе. Ну и пусть среда разная в плане географии. То есть это реифицированное понятие. Что еще можно сказать на этот счет? Да, то есть я никогда не говорю, что здесь язычники проиграли христианам, потому что язычники были такие благородные, нахуй. И поэтому и сволочи, христиане их победили. Да нет. Просто вот в конкретно взятом обществе был определенный изъян, был ли он в разрезе религиозной жизни этого общества, или экономической жизни, или политической жизни. Вот римское язычество, например, неотделимо было от политической жизни Древнего Рима, оно просто так устроено было. Может, проблема была прямо в этом? Может, проблема была в инклюзивности языческой? Я считаю, нет, но может быть. Может, еще в чем-то? Легко его знаю. На мой взгляд, христианизация Рима стала возможной после нескольких побед партии популяров в Сенате. Но одной из этих побед, в общем-то, в конечном итоге стала узурпация власти Гаем Юлием Цезаревым. Без этого вся та пень, которая произошла в итоге, была бы невозможна. Я это вижу так. Продолжение следует...